Французской полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы усмирить протестующих во время сноса нелегального лагеря мигрантов в Кале. Помешать рабочим начать демонтаж части лагеря пытались около 200 человек, среди которых мигранты и активисты. Они принялись бросать камни и подожгли времянку. Для тушения пустили в ход водомёт. Один активист был арестован. «Как видите, протестующие не колеблась, поджигают палатки и бросают камни в полицию. Это неприемлемо, и то, что мы реагируем соответствующим образом с целью восстановить порядок и безопасность, является нормальным». Этот лагерь называют джунглями. За несколько лет он успел превратиться в большой посёлок со своей инфраструктурой, школой и кинотеатром. Здесь проживало около 4000 человек. Эти люди надеялись попасть в Великобританию. Суд постановил снести лагеря, и работы должны были начаться ещё неделю назад. Многие уже покинули джунгли добровольно, но некоторые мигранты совместно с правозащитниками подали жалобу с целью опротестовать снос. В конце прошлой недели её отклонили. Власти Франции, сотрудничая с гуманитарными организациями, обещают расселить всех мигрантов в другие места. Это официальные центры приёма беженцев в разных частях страны, а также контейнерный городок неподалёку с джунглями. Там обещают все элементарные удобства. «Эта задача долговременная и постепенная, но мы будем работать, чтобы предоставить место каждому мигранту. Ни один не останется без домашнего уюта, и каждому предоставят решение, которое будет намного лучше тех условий, в которых они жили до сих пор». В то же время многие беженцы опасаются, что в новых местах проживания их зарегистрируют и заставят просить убежища во Франции, а не в Великобритании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова